Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Если даже тема апокалипсиса и зомби вам не близка, я вот, например, большой фанат То вы наверняка что-то слышали о сериале по мотивам компьютерной игры The Last of Us Которую в нашем прокате почему-то перевели как «одни из нас», хотя более точный перевод будет «последний из нас» Сегодня мы будем разбирать слова и выражения на основе интервью с актерами, которые играют главные роли Беллы Рамзи, которая играет Элли, и Педро Паскалем, которая играет Джоуэла Итак, поехали Видео называется Можете вот это название вбить и посмотреть свое видео целиком Вот вам сразу выражение Узнать кого-то поближе Когда Белла представляет их и говорит фразу «откуда мы» вместо названия сериала Педро шутит «С планеты Земля» Говорит он и Белла ему отвечает Спорный вопрос, будет ли в этом случае какая-то разница от антибиотиков Часто используется как раз в саркастическом плане Например, кто-то говорит вам Кто-то отвечает То есть я достаточно умна, чтобы справиться самостоятельно И ты как бы подкалываешь в ответ, говоришь Спорный вопрос Ну и будьте осторожны с таким видом сарказма, потому что в неподходящем контексте это может звучать как издевка, нежели шутка Дальше они обсуждают вопрос того, где и как они впервые встретились Здесь нас интересует очень распространенная конструкция Одно из значений этой конструкции То есть иметь возможность что-то сделать С ее работой у нее есть возможность путешествовать повсюду Этим летом у меня будет возможность Или я поеду навестить своих друзей в Англии Не могу дождаться Сначала хочу обратить ваше внимание на вставку В самом вопросе Которая тут используется в буквальном переводе Это понятно из контекста Что, если вообще было что-то, вы взяли со съемок И здесь Педро играет словами, потому что взять можно и буквально То есть унести материально что-то со съемочной площадки домой А можно унести какие-то уроки, мысли И они отвечают на оба эти момента Что буквально они не взяли ничего со съемочной площадки Но эмоционально много чего А теперь давайте вернемся к фразе В видео она имела значение, что может быть ничего и не взяли Сейчас покажу вам еще одно буквальное использование этой фразы Нам нужно посмотреть и оценить на все, что произошло И понять, а могли ли мы что-то сделать вообще Было ли что-то Но у фразы if anything есть и другое значение Как раз наоборот, напротив Сейчас я вам объясню на примере Тот факт, что она зарабатывает больше, чем я Не создает никакого напряжения If anything, наоборот Это помогает нашим отношениям Здесь уже в таком смысле используется Да, я думаю, что я достаточно прямолинейна Если уж на то пошло Даже слишком Едем дальше Что бы вы упаковали в сумку, если надо было бы выживать? Это мой любимый вопрос Но наши герои, к сожалению, не очень серьезно подошли К нему и почти ничего не сказали Поэтому я предлагаю вам самим Написать в комментариях по-английски Что бы вы упаковали в свою survival bag Вот вам надо выживать, убегать от зомби Что по коему Дальше они обсуждают, где их застали новости О том, что они получили роль в The Last of Us Нас тут интересует слово surreal Мы по-русски говорим, это был сюр То есть, что-то странное, нереальное, похожее на фантазию Вечеринка была каким-то очень странным, сюрным миксом панк-рокеров и мужчин в костюмах Что бы вы принесли с собой из мира Игры Престолов в одни из нас Самые внимательные, конечно же, узнали обоих актеров Белли было, кстати, 11 лет, когда она снималась в Игре Престолов А Педро был великолепен просто в роли принца Оберина И он как раз и говорит, что очень любил свой кафтан-халат И дальше они начинают шутить на эту тему То есть, Белла говорит ему, вот этот халат очень бы пригодился тебе во время апокалипсиса Чтобы у тебя там было место свободное И он говорит, что он бы ходил и swish everywhere Swish это вообще такое движение, которое он, собственно, и показывает С шелестящим звуком Или сам звук от рассечения воздуха То есть, если я сейчас саблей вот так вот сделаю Получится как раз swish То есть, он в этом развивающемся кафтане будет бегать среди зомби И, как вы видите в самом интервью, очень их веселит эта идея Очень хорошая фраза Твоя самая ценная вещь Белла дальше объясняет про tear stick, палочку для слез Которую актеры используют, чтобы легче было заплакать Хочу обратить ваше внимание на слово come up To come up – это быть упомянутым, возникать Возможности, как это, не часто встречаются Попадаются на пути To make a mental note – сделать пометочку в уме То есть, приложить мысленное усилие Когда ты что-то слушаешь или что-то делаешь Ага, вот надо запомнить или не забыть И там что-то сделать, сказать и так далее То есть, Белла говорит, что она знала, что этот вопрос возникнет в какой-то момент И она для себя мысленно пометила, что когда ее это спросит, она скажет слезная палочка Дальше она объясняет, что это такое, зачем она нужна И что она долго отказывалась ее использовать, потому что это нечестно И тут включается Педро и говорит Усиливать, повышать То есть, эта слезная палочка вызывает слезы И это помогает тебе испытывать настоящие эмоции Следующий вопрос Attribute – это feature по-другому Или characteristic Черта, характеристика То есть, что ты, твоя героиня, привносит в сценарий выживания И Элли отвечает Как же она красиво изъясняется А ей, между прочим, всего 19 Обратите внимание на слог, в котором она говорит Я предлагаю вам посмотреть все интервью целиком, чтобы вам было понятно, о чем мы тут сегодня говорили И вам было проще запомнить все эти слова и выражения Ну и сериал, конечно, я, например, большой фанат И не забудьте написать в комментариях, что бы вы положили в свой рюкзак для зомби-апокалипсиса Ну и учите английский с пазл-инглиш Он вам в любом случае пригодится Даже если зомби-апокалипсис все-таки случится До встречи в следующих выпусках Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok